Собственно говоря, доброго времени суток! Как вы уже поняли, настоящий видеоролик будет пропитан патриотизмом! Ведь в нём я вам поведаю о пяти качественных мультсериалах, которые были недооценены! Что важно, все эти мультсериалы делала Россия! Ух, сука! И то, что это ваша пиндоская охутня, это Россиюшка, блять! Да, несмотря на то, что у нашего кинематографа и анимации не самая лучшая репутация, но всё же, без сомнения, российские студии могут делать что-то качественное и крутое, что можно действительно сравнивать с мировыми хитами, как, например, Смешарики или популярный за рубежом сериал Маша и Медведь, хотя, если честно, он мне не очень нравится, который набрал на Ютубе аж 4,5 миллиарда просмотров! Это я ещё молчу про некоторые серии, набравшие не менее безумные цифры, и про оригинальный и англоязычный канал, каждый из которых имеет около... Скука, блять! 40 миллионов подписчиков, почему у Смешариков нету таких ебнутых цифр? Ну а также Россия может выпускать абсолютно непопулярные, ну это мы, наверное, знаем, но в то же время достойные творения, о которых я вам сегодня поведаю, поэтому берегитесь спойлеров, а мы, ёпта, приступаем! Лекс и Плу «Космические таксисты» Российский мультсериал, я, наверное, так под каждым пунктом буду говорить, созданный в 2019 году, который показывали, а может быть даже и сейчас показывают, на СТС, СТС Кидз, Карусель и т.д. Мультфильм повествует о Лисе Лексе и Еноте Плу, они живут где-то в еблях вселенной, вместе с младшей сестрой Лекса Тришей, грибком в банке и какой-то жирной птицей, имя которой я забыл. Как ни трудно догадаться, они работают межгалактическими таксистами, и на своей летающей машине они могут летать в различные края вселенной. Одно непонятно, как эти черти могут дышать в вакууме, но да ладно, это ж мультик. В каждой серии они влипают в разные ситуации и пытаются из них выбраться. Мульт имеет приятную анимацию, хороший звук и неплохой сюжет, но не имеет должной популярности. Хотя первые серии этого мульта пару лет назад набирали хорошие просмотры на ютубе. Да и вообще, мне кажется, что авторы больше зарабатывают с продажей верча, игрушек, паззлов и даже игр с этими героями, нежели с самого сериала. Так что по итогу могу сказать, что мультфильм не супер гениальный, но достойный вашего внимания, которого у него нет. Приключения Пети и Волка. Анимационный сериал, созданный компанией «Союзмультфильм». Прежде чем говорить про Петю с Волком, давайте поговорим про эту студию. В свое время она выпускала действительно достойные произведения того времени. Я бы даже не побоюсь сказать слово «гениальные», но в настоящее время она, мне кажется, уже начинает маяться херней. Она начинает эксплуатировать старые произведения и переделать их под современные стандарты. Конечно, это очень круто, когда молодое поколение узнает про мультфильмы из прошлого, но, мне кажется, за этим скрывается какое-то нежелание придумать что-то новое. Хотя у них есть некоторые новые творения. Это странный 3D-шный мультик про разноцветных енотов и мультсериал про Петю и Волка. Это очень достойный продукт в плане сюжета, а знаете почему? Потому что автором и сценаристом этого творения является Алексей Лебедев, создатель всеми любимых смешариков. Если говорить про сюжет, то в нем нам рассказывают про пацана Петю и Волка, которые могут перемещаться между мирами и решать проблемы разных существ. Хотя в основном это сказочные герои, которые уже до тошноты приелись, но хорошая анимация и достойный сюжет по-настоящему заставляют кайфануть. Так что, ребята, Петя и Волк вам, а Бизонам к просмотру. СОБЕЗ Специальный отряд бесстрашных зверей. В данном выпуске это мультсериал с самым низким возрастным ограничением. Или нет? Я хз, если честно. Данный мульт рассказывает нам о банде супергероев зверей. Медведь Федор, Лиса Олеся, Волк с какого-то хрена Вольдемар и самый лютый из банды... Заяц. Захар. А, ну еще их типа Пахан, Кошалот, Борис. Они сражаются против носорога и обезьяны, которые Ясен Хер являются антагонистами данного мультсериала. Данный сериал идет с 2017 года и по настоящее время. А также насчитывает около 52 эпизодов. Я думаю, самое интересное из этого мультсериала это анимации, наполненные резкими линиями и различными чуть ли не неоновыми цветами. За счет чего этот мультфильм приятно воспринимается глазом. Понятное дело, что подобный мультсериал сделан еще совсем для детей. И да, я на самом деле знаю, что его возрастное ограничение 6+. И да, так и есть, из этого выпуска это самый детский мультсериал. Хотя в любом случае, если вы хотите пропитаться патриотизмом от того, что сделали наши ребята, то смело прошу к просмотру. Герои Энвила, или Энвела, вот мы переходим к чему-то уже более интересному. Вам наверняка может показаться, что анимация чем-то напоминает сказочный патруль. Не спорю. Сходство просто ебейшее. Хотя это и логично, ведь производились оба сериала на одной и той же студии Паровоз. Или как там она, блин, называется? Короче, вот на этой студии. Да и, наверное, суть заключается в том, что сказочный патруль это сериал для девочек, в то время как герои Энвела Энвела для мальчиков. Сюжет по-настоящему затягивающий. Четыре школьника находят странный ноутбук и попадают в игру, где им предстоит сразиться с главным боссом. Что интересно, ребята имеют русские имена, но необычные для этих имен сокращения, типа Арт, Фил или Вик. Также мы видим их период взросления. И даже несмотря на то, что мульт имеет рейтинг 6, плюс вам все равно будет интересно его смотреть в любом возрасте. И если вы любитель компьютерных игр, ведь там есть множество отсылок и прочего пиздежа по поводу известных франшиз. Естественно, грех не сказать про приятную глазу анимацию и отсутствие какой-либо детской кринжатины. Этот сериал как будто бы реально был сделан для подростков, но был позиционирован как детский. Возможно, из-за этого он не набрал достойную аудиторию. Хотя на ютубе загруженные серии имеют действительно достойные просмотры. Мультсериал всего лишь имеет 2 сезона и около 50 серий, что очень обидно, ведь такое творение должно иметь больше серий и сезонов. И было бы очень круто, если бы правда существовала такая игра, в которую рубятся эти ребята. Take My Muffin. Вот тут мы уже добрались к чему-то реально неординарному. Очень часто говорят, что это NFT сериал с поддержкой крипто-сообщества, но мне это срать. Я русский человек. Тут мы оцениваем сам сериал, который действительно крутой. Понятно, что многие скажут, что анимации чуть ли не копируют стили Рика и Морти, но это всё меркнет по сравнению с уникальностью героев. А тут у нас есть Единорог с радужным писюном, Трёхглазый кот, Дед Жрущий Говно, Сексуальная Дьяволица и ещё кто-то. Мультсериал создала российская, базирующаяся на студии... Блять, сука, иди нахуй. Мультсериал создала российская, базирующаяся на кип... Блять, сука. Мультфильм создала российская, базирующаяся на кипре студия Тунбокс, ответственная за создание таких творений, как Кадзероп, Кумикуми и легендарного Фримена. Что меня удивило, так это то, что российский проект изначально не имеет русского дубляжа, а лишь перевод. Но потом я понял, что данный проект был сделан специально для 2х2 и изначально метил на мировую известность. Это и логично, как бы это ни было печально, но наши... РУССКИЕ! Отечественные проекты лишь изредка приобретают мировую известность. Я опять же отсылаю вас к Маше и Медведю. А тут мы сразу делаем проект для мировой студии и хотя бы попадаем на американские, бразильские, испанские, нихрена себе сколько тут стран, российские, украинские и индийские зомбо-ящики. Если вы любитель 2х2, Рика с Морти и прочего, то вам обязательно нужно глянуть этот мульт хотя бы из-за этой сисястой дьяволиции. Собственно говоря, на этом всё. И понятное дело, что в этом ролике я раскрыл и рассказал не про все годные российские анимационные творения. Ведь несмотря на стереотипы и на не самую лучшую репутацию РУССКИЕ анимации, наши ребята делают много всего годного и крутого, что помогает в такие трудные времена поддерживать патриотизм и любовь к тому, что мы сами делаем. Ведь если отбросить все слухи и стереотипы, Россия может делать крутые проекты, но она как тот школьник из 7 класса, способности есть, может то он может, но так сука ленится, поэтому смотрите хорошие мультфильмы, не ленитесь и не забывайте подписываться на канал, кидать мне донаты, я бомжую пиздец и ставить лайки. Ну а я с вами прощаюсь, всем удачи, счастья и секса, пока! Субтитры сделал DimaTorzok